всем привет с вами ольга лебедь и техника здоровья сегодня мы будем делать хлебцы здоровые такие альтернатива нашему хлебу снекам печенькам и и всем вот этим всевозможным вещам которые продаются магазинах хочу сказать что в принципе все что продается в магазинах здорового питания то что мы так любим стоит в принципе как бы не дешево и делается она на нашем оборудовании то есть и вы в принципе легко можете это приготовить себя сами дома и сегодня вот я вам покажу основа хлебцы в хлебцах также как и в пастиле должна быть какая-то связующая основа как правило это лен и вот лен очень хорошо да обладает вот этими вяжущими такими свойствами и вот позволяет как раз делать этот хрустящий такой вкус который мы очень любим да то есть мы берем лен коричневые белые неважно который какой вам нравится можете сделать отдельно так отдельно так чтобы вы просто разнообразие то есть берем сито насыпаем промываем обязательно все зерно всегда надо промывать потом заливаем чистые этой водой и оставляем идеально конечно обычно я делаю ну минимум на ночь но в принципе если вам некогда вы дадите дайте постоять буквально минут 20 полчаса и лен у вас разойдется будет вот выделять такую слизь ни в коем случае как бы больше ничего не промывайте не смывайте это очень полезная клетчатка который выходит вот просто если у вас лен постоит хотя бы ночь он ну то есть зерно просыпается и она уже получается насыщается совершенно другими то есть в нем просыпается жизнь и она становится намного полезнее и дает нам больше энергии больше питательных веществ то есть вот мой лен он был замочен на 8 часов лен надо иметь ввиду что он очень здорово расширяется в процессе вот как раз замачивания мы делим нашу порцию пополам мы сделаем два вида хлебцев сладкие и соленые на вкус то есть вы всегда берете какую-то основу лен и начинаете добавлять туда все что вам нравится но вот я очень люблю томат сделаем такие томатные хлебцы то есть берем хорошие хорошие томаты такие сладкие конечно что это все у вас потом вы почувствуете этот вкус вот если томатов нет можно взять например как следующий вариант перед такие есть итальянские томаты продаются в магазинах когда там просто томаты свежие кусочками порезанные то есть я тут мне на всякий случай всегда дома так такие есть либо еще там самый крайний вариант взять хорошую томатную пасту могут я в частности во вкус вире беру томатную пасту вот вроде бы как бы так ничего ну то есть если вы ей добавить вас прям вот будет такой томатный вкус но идеально конечно это свежие томаты свежие томаты вот сюда же добавляем специи каких-то трав пряных которые вам нравятся солим перчим совсем немного водички чтобы это взялось и блендерим и вот наше пюре томатное выливаем в лен посмотрите конечно чтобы томата было меньше половины чем льна вот потому что они у вас таким будут очень тонкими если будет томата больше вот собственно все открываем наш дегидратор берем листик всегда наливайте пастилу либо хлебцы когда уже листик у вас внутри поддона находится так легче будет то есть не переносить потом не ставить смазываем также маслицем тонким 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 совсем слоем любым растительным и выливаем пока это вроде бы как бы смотрится как пастила потом влага уйдет распределяем ровненько вот и ставим и второй вариант это сладкие сладкие такое мы возьмем яблоко банан в принципе ингредиенты могут быть любые да вот все что вы будете добавлять отдельно просто в лен и будет можно отдельно сделать вкус с бананом отдельно с яблоком можно ягод каких-то положить ну собственно как были какой-то другой яркий фрукт то есть что вам нравится пожалуйста можете экспериментировать этим этот прибор и хорош мы делаем пюрешечку вот и выливаем это в наш плен перемешиваем да кстати хорошо бы сюда еще добавить корицы потому что яблочко корицу любит и с бананом немножечко достаточно будет чтобы вкус был слегка не забывайте что когда вода лишняя уйдет это так немножко будет все концентрировано перемешиваем и выливаем и вот в принципе вот эти смеси их можно еще больше усложнять то есть можно например оживить зеленую гречку а вот в проращивать или да вот у меня стоит здесь как раз гречечка готове и добавить сюда еще гречки можно знаете еще чего-нибудь из фруктов добавить и у вас будет просто ну как бы сделать немножко разной толщины вы можете толщину например отрегулировать сначала налить один слой вода уходит потом еще один слой налить ну то есть через несколько часов и сделать их так вот как бы потолще и вот из за того что будут разные разная толщина будет вкус тоже очень сильно меняться гречка дает такую мясистость что ли какое-то знаете содержание так скажем такое более густое ален всегда хрустит приятно очень и вот без хрустиков прям как-то в жизни тяжело живется мне кажется то есть он они так здорово очень скрашивают я люблю вот такие простые варианты но с другой стороны бывает когда хочется что-то посложнее но поверьте вот эти даже совсем простые сладкие там либо соленые порадуют вас точно и вашу фигуру тоже порадуют и ваш животик тоже вам будет очень благодарен за это вот кстати пробовала делать на днях ну то есть мы у нас просто очень хорошо всегда пользуется таким спросом спросом наверное овощные чипсы и я сделала чипсы из батата просто лимонным соком сбрызнула и сделала чипсики посушила тоненько порезала и очень вкусно получилось на удивление вот тоже как как вариант для таких вот каких-то вкусняшек вот а следующее у нас с вами будет такая видите более такая сложная более сложные такие хлебцы а в них больше семечек орехов и мы будем делать это из кабачка вот то есть для основы нам нужен кабачок кабачок мы также измельчаем в блендере получается такая красивая зеленая масса и добавляем в эту массу тыквенные семечки да подсолнечник пожалуйста льна также ну сначала оживленного льна вот можно как раз это дело подсолить например то есть если вы хотите чтобы более соленое было и и так же перемешиваем да то есть смалываем в блендере в пюре и семечками потом перемешиваем и вот выливаем посмотрите какая красота получается они достаточно получились пластичными вот здесь полностью все живое ничего нет можно красиво так это дело порезать вот очень вкусно прям правда очень вкусно никакие печеньки рядом не стояли так что призываю вас поэкспериментировать с этим делом и вот что получается через несколько часов вот это сладкий такой большой большая такая печенька хрустящая очень вкусная банан хорошо сольном все это держит кстати когда у вас это немножко начнет схватываться вы можете немного наживить например тупым тупым лезвием да с другой стороны ножа немножечко наживите и у вас тогда будут уже печеньки по каким-то уже таким этим наметкам разламываться вам это будет ну потом просто будет более эстетично выглядеть а так и думаю что у вас это долго пролежит это все улетает вмиг вот с томатом очень вкусные я сделала здесь просто совсем такие тоненькие мне нравится такой вкус очень нежный тонкий в общем то с хорошими приборами еще раз повторюсь открывается море возможностей и все это очень просто это очень дешево потому что семечки стоят недорого тем более вы всегда можете купить свежее сами выбрать и очень быстро за ночь сделать то есть конечно это это можно сказать та удочка которая всегда сам прибор будет вас кормить вкусно-вкусно и в общем то экономическая выгода явно налицо поэтому пусть еда приносит вам всегда здоровье ваш стол по-настоящему питает вас питает радует и оздравляет 3 5 6 7 7 8 13 14